Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство и принцип действия тестодерительных машин с волковыми нагнетателями. Парные нагнетающие волки с рифленой поверхностью обычно используют при переработке пшеничного теста. Такие волки применялись не только на сравнительно старых машинах HDV, но и на таких машинах как HLS9, FATV и других. Основными недостатками волковых нагнетателей является неудобство регулирования изменения подачи теста при изменении отбора, то есть массы отмеряемых заготовок, а также отсутствие стабилизатора давления в рабочей камере. Однако волковые нагнетатели имеют достоинство, простоту устройства и надежность в работе. Тестоделительная машина RT2 предназначена для деления пшеничного теста на куски массой от 150 до 550 граммов. Делительный механизм машины представляет собой непрерывно вращающийся ротор 15 с четырьмя или шестью цилиндрическими мерными карманами 13. В каждый карман вставлен поршень 16 с роликом 14, который при вращении ротора обкатывается по профилю неподвижного кулачка 17 и кулачка 18. Кулачок 17 служит для регулирования массы кусков теста, а кулачок 18 для выталкивания поршней 16. Тесто подается в воронку 10, откуда захватывается двумя рифлеными, вращающимися навстречу друг другу волками 9 и 11, и нагнетается через тестовую камеру 12 в мерные карманы 13. Каждый поршень под давлением теста перемещается к центру ротора до тех пор, пока ролик 14 не достигнет профиля кулачка 17. При дальнейшем вращении ротора ролики, накатываясь на профиль кулачка, перемещают поршни от центра барабана. В результате происходит выталкивание кусков теста из мерных карманов. При этом вращающийся рифленый валик 19 отбрасывает куски теста на ленточный транспортер 20. Для предупреждения прилипания теста рифленая поверхность валика выполнена из фторопласта. Регулирование массы кусков теста производится изменением объема мерного кармана путем поворота кулачка 17. На валике этого кулачка с наружной стороны ротора укреплено червячное колесо, которое поворачивается от червяка вращением штурвала, укрепленного на оси червяка. Машина приводится в движение от электродвигателя 3, который через вариаторный шкив 2, клиноременную передачу 1, цилиндрический редуктор 24 и цепную передачу 23 вращает главный вал машины 5. От этого вала через зубчатую передачу 7 вращается ротор 15. А с помощью цепной передачи 8 вращение передается нагнетательному валику 11. С помощью зубчатой передачи вращение от волка 11 передается нагнетательному валику 9. Цепная передача 23 вращает блок 4 из двух звездочек, одна из которых с цепной передачи 22 передает вращение валу 21 приводного барабана ленточного транспортера 20. От вала 21 с помощью цепной передачи приводится во вращение рифленый валик 19. Все элементы машины смонтированы на станине 6, которая установлена на постаменте 25. Машина выпускается с 4 и 6 карманным ротором. Первый применяется для деления теста на куски массы от 400 до 550 граммов, второй от 150 до 400 граммов. Точность деления плюс-минус полтора процента. Производительность машины регулируется с помощью вариаторного шкива 2. Анализ рабочего процесса тестоделительной машины RT2 можно провести, построив развернутый план перемещения делительной головки и поршня. На плане в масштабе нанесена тестовая камера. Под ней по линии развернута окружность делительной головки и указано несколько характерных положений мерной камеры 1, 2, 3. На линии развертки головки нанесены градусы, соответствующие перемещению поршня при вращении головки. Положение 1 соответствует началу заполнения мерного объема. Он соединяется с рабочей камерой, в которой в этот момент создается максимальное давление из-за того, что нет отбора теста. Под действием давления теста поршень начинает перемещаться вниз, а в щель между горловиной и мерным цилиндром засасывается воздух. При дальнейшем перемещении головки щель закроется, и в мерном кармане останется некоторое количество воздуха, которое отрицательно влияет на работу делителя на последующих этапах. Для ликвидации указанного недостатка участок горловины АБ надо продлить до А1'. Заполнение мерного объема и выравнивание в нем давления происходит во время поворота от 68 до 90 градусов. Затем под давлением кулака поршень перемещается вверх от центра головки и выталкивает заготовку из мерного объема. В положении 2 мерный объем одновременно соединен с рабочей камерой на участке ДЕ и с наружным пространством по FF', что также является нерациональным. Для устранения этого недостатка необходимо горловину ЕФ увеличить до F'. На существующем делителе выталкивание тестовой заготовки осуществляется в положении 3. кривая выталкивания КН развернутая в плоскости на верхней части, а в натуре на круговой диаграмме показана в нижней части рисунка. Для уменьшения нагрузок на кулаки ролики поршней и их оси выталкивание поршней должно осуществляться более плавно по кривой КМ. В этом случае процесс выталкивания по шкале закончится на 210 градусов, что потребует несколько опустить ленточный транспортер делителя и сталкивающий валик. Для построения профиля кулака на круговой диаграмме нанесены радиальные линии, соответствующие шагу градусного деления на плане перемещений, в данном случае через 15 градусов. И на каждом делении от линии окружности в направлении к ее центру отложено расстояние, равное удалению наружной поверхности ролика от поверхности делительного барабана. Например, для угла 90 градусов, расстояние КФ' для 105 градусов К, 2 штриха, Ф2 штриха и т.д. Точки соединены плавной кривой. Получен профиль выталкивающего неподвижного кулака для максимальной массы заготовки 1,3 кг. Линия КМ. Существующий профиль кулака обозначен как КН. Профиль подвижного кулака, с помощью которого осуществляется регулирование массы заготовок, рассчитывают на минимальную массу, например, на 550 грамм. Минимальный объем заготовки рассчитывается по формуле на слайде и составляет 468 кубических сантиметров. Высоту мерного объема получим, разделив В минимальное на площадь поперечного сечения мерного цилиндра. И тогда получим высоту 3,82 сантиметра. Минимальное расстояние до поверхности камеры, в этом случае К'Ф' получим, сложив высоты мерного объема и поршня с роликом. Конечное положение кулака тоже, что и в предыдущем случае. Имея точки начального и конечного положения кулака, построим на плане кривую выталкивание К'Н, а затем, указанным ранее способом, перенесем ее на круговую диаграмму и получим профиль регулировочного кулака КН. Приведенные построения позволяют не только проанализировать рабочий процесс существующего делителя, но и наметить пути его совершенствования. Для характеристики точности работы делителя РТ2 приводим диаграмму характерного распределения массы тестовых заготовок при выработке городской булки G0227 г. При 100 измерениях величина среднеквадратичной погрешности составила сигма 3,3 г. Коэффициент вариации массы КВ 1,46%. Фактически встречающаяся погрешность минимальной и максимальной массы заготовок составит 3,96 и 2,2%. На рисунке нанесена теоретическая кривая нормального распределения, рассчитанного для этих же данных. Анализ показывает, что колебания массы заготовок достаточно близко к закону нормального распределения. Однако встречаются отдельные значительные отклонения массы, характерные для этого делителя. Например, 16% заготовок имеет отклонение массы в пределах от 2 до 4%. Наибольшее количество заготовок 18% имеет отклонение массы 1,1% нормы. Максимальное отклонение 3,96% имеют 2% заготовок. Из приведенного анализа следует, что хотя средние показатели точности делителя не превышают допустимой нормы, однако его конструкция допускает получение заготовок с отклонением массы, значительно превышающим норму. Это является результатом несовершенства работы нагнетательной системы, отсутствия стабилизации давления в рабочей камере делителя и отсутствия механизма регулирования подачи теста в рабочую камеру, а также несовершенства процесса нагнетания теста в мерную камеру, порождающие недостатки, отмеченные при анализе конструкции делительной головки. Существенными достоинствами этого делителя являются относительная простота конструкции, надежность его механизмов и возможность выполнить регулирование массы тестовых заготовок на ходу без остановки машины. Существенным недостатком, кроме указанных выше, является отсутствие регулирования подачи теста волковым нагнетателем при изменении массы тестовых заготовок. Возможно изготовление модернизированной модели делителя с регулированием скорости вращения нагнетательных валиков с помощью обгонной муфты и регулируемого эксцентрика. Однако при регулировании подачи теста необходимо останавливать машину и с помощью ключа перемещать сухарь эксцентрика. Очевидно, более целесообразным следовало бы считать использование для указанных целей отдельного привода с клиноременным вариатором скорости, что позволило бы плавно регулировать подачу теста на ходу машины и было бы удобно для подбора рационального режима работы нагнетателя. Делительно-округлительный агрегат А2ХЛ1С9. Агрегат состоит из делителя с волковым нагнетателем и конусного теста округлителя. Предназначен для разделки тестовых заготовок из пшеничного теста. Применяется при выработке мелко-штучных булочных изделий массой от 50 до 230 граммов. Агрегат состоит из приемной воронки 1 с легкосъемной дверкой 2, двух питательных валиков 3 большого диаметра и двух валиков 4 меньшего диаметра, расположенных по дуге возле делительного барабана 5. Возле переднего валика 3 установлен нож 17 для зачистки от теста. В делительном барабане имеются 4 радиальных окна, в которые запрессованы гильзы 6, образующие вместе с плавающим поршнем 16 мерные камеры. В каждом ряду поршни соединены по 2 планка 7, а планки регулировочным винтом 15, что позволяет изменить объем мерных камер с помощью специального механизма. Делительная головка крепится к станине 8, внутри которой размещены приводной электродвигатель 12, скриноременным вариатором 10, редуктор 11 и главный вал 9. Привод делительного барабана осуществляется от главного вала с помощью цепной передачи, а привод питательных валиков с помощью регулируемого эксцентрика и обгонной муфты. Между собой питательные валики соединены системой промежуточных шестерен. Смотрите кинематическую схему на слайде. Конический округлитель 14 имеет отдельный привод 13 и ничем, кроме размеров, не отличается от типового округлителя Т1ХТН, рассмотренного ранее. Делительная головка снабжена регулятором массозаготовки, работающим без остановки машины. Работает агрегат следующим образом. Тесто самотеком заполняет тестовую воронку и с помощью питательных валиков 3 нагнетается в рабочую камеру, которая образуется поверхностью делительного барабана 5 на дуге 115 и половиной боковой поверхности питательных валиков. Под нижним валиком имеется нож, с помощью которого регулируется возврат тесто из рабочей камеры в приемную воронку. Делительный барабан 5 вращается непрерывно и когда мерные карманы соединяются с пространством рабочей камеры, поршни с помощью копира перемещаются влево, а освободившееся пространство мерного объема заполняется тестом. При дальнейшем перемещении заполненные тестом камеры выходят из зоны рабочей камеры. Затем тестовые заготовки выталкиваются поршнями и падают в округлитель. После обработки заготовки в округлителе она приобретает форму шара и выводится из машины по лотку. В противоположно расположенных мерных камерах процесс заполнения тестом одной камеры происходит одновременно с выталкиванием заготовки из другой камеры. К достоинствам теста делителя следует отнести сравнительную компактность и простоту устройства, а также применение механического перемещения поршня в мерном цилиндре, что облегчает заполнение его тестом. К недостаткам конструкции делителя относятся. Излишнее количество нагнетательных валиков, половина поверхности которых обращена в рабочую камеру и совершает полезную работу, а другая половина обращенная к приемной воронке не совершает такой работы. Последняя является основной причиной завышенного потребления энергии на привод машины. Очевидно, система нагнетания теста с помощью двух питательных валиков с отдельным регулируемым приводом по сравнению с четырехвалковой позволила бы на этом агрегате уменьшить потребление энергии на привод, улучшить качество тестовых заготовок, упростить привод, значительно облегчить машину и повысить ее долговечность. Делительно-округлительный агрегат FAT-TV4 предназначен для комплектации механизированных линий по производству мелкоштучных булочных изделий массы от 30 до 120 грамм. Производительность достигает от 7 до 18 тысяч штук в час. Машина состоит из приемной воронки 1, закрепленной на головке 2. В последние расположены питательные валики 3, 4, 5 и уплотняющий валик 6. Они совершают периодическое вращение от храпового механизма, с помощью которого регулируется скорость вращения головки путем изменения длины плеча приводного рычага. Валики 5 и 6 примыкают к делительному барабану 7, представляющему собой цилиндр, на поверхности которого расположены кольцевые ножи треугольного сечения, которые разделяют прокатанную между волками ленту на отдельные полосы. Рядом с формующим барабаном расположен вращающийся нож 8, который отрезает от сформованных лент отдельные заготовки. Для отделения тестовых лент из углублений формующего барабана служат нож 9 и валик 10. Ниже под формующим барабаном размещен оригинальный округлитель, состоящий из двух барабанов – наружного 13 и внутреннего 17. Наружный барабан имеет сквозные восьмиугольные окна, расположенные в шахматном порядке. Устройство наружного барабана показано на слайде. Внутренний барабан выполнен в виде сплошного цилиндра, имеет на поверхности небольшие углубления, соответствующие по расположению окнам наружного цилиндра. Наружный цилиндр размещен эксцентрично по отношению к внутреннему цилиндру и закреплен на фланце 16 со ступицей. Внутренний барабан имеет плавающую опору на валу 14 и эксцентриковый привод от конических шестерен. К наружной поверхности округлительного барабана на дуге в 180 градусов прижимается транспортерная лента 18 с помощью роликов 11 и 25. Холостая ветвь транспортера оттягивается приводным барабаном 12 и натяжным роликом 19. Натяжка транспортера осуществляется маховичком 24. Для подсыпки муки в округлитель имеется мукопосыпатель. Очистка округлительного барабана от налипаний осуществляется цилиндрической решеткой 26, а очистка ленты плоской щеткой 15. Привод осуществляется с помощью двух электродвигателей 20 и 23 и редуктора. Машина монтируется на легкой сварной раме 21. Последняя установлена на четырех катках 22, позволяющих перемещать ее в цехе. Машина работает следующим образом. Тесто из приемной воронки сначала захватывается питательными валиками 3, а затем перекатывается между валиками 4-5 и запрессовывается в углубление между кольцевыми ножами, уплотняющим валиком 6, благодаря чему образуются трапециедальные тестовые ленты, количество которых равно количеству углублений на делительном барабане 7. Из углублений тесто вынимается с помощью ножа 9 и валика 10, а вращающийся нож 8 отделяет от тестовых лент заготовки, которые попадают в окна наружного барабана-округлителя, и поддерживаемые транспортной лентой, поворачиваются вместе с барабаном. Наружный барабан-округлителя совершает круговое вращение вокруг горизонтальной оси, а внутренний барабан, кроме аналогичного вращения, совершает еще круговое перемещение с помощью эксцентрика, благодаря чему тестовая заготовка, находящаяся в ячейке барабана, совершает вращение вокруг его радиуса. Но чтобы придать заготовке форму шара, необходимо ее одновременно окатывать вокруг двух взаимно перпендикулярных осей. Вращение заготовки вокруг второй оси параллельной образующей формующего барабана достигается благодаря разности скоростей транспортерной ленты и ячеистого цилиндра-округлителя. В нижней точке округляющего цилиндра лента отходит от барабана, и на ней остаются округленные тестовые заготовки. Агрегаты бывают четырех и пятирядными. Проведенные исследования точности работы тестоделителя показали, что абсолютная среднеквадратическая погрешность деления его и невелика, но при делении заготовок малой массы относительная погрешность максимальных отклонений достигает плюс-минус 11%. Коэффициент вариаций 5,4%, а среднее арифметическое отклонение массы 101 заготовки составляет около полуграмма. При этом среднеквадратическая погрешность деления 3,5-3,7 грамма кажется небольшой. На графике представлены кривые распределения масс тестовых заготовок и теоретическая кривая нормального распределения для данного случая. Значение 3 сигм равна 11,1, значительно превышает фактическое максимальное отклонение. Для мелкоштучных тестоделительных машин такие колебания массы заготовок можно считать удовлетворительными. Агрегаты FAT-V отличаются компактностью, высокой надежностью в работе, широким пределом регулирования, удобством очистки машины от теста при длительных остановках. К недостаткам следует отнести. Сложенность конструкции, наличие большого количества открытых зубчатых передач, которые при эксплуатации попадают, мука и кусочки теста и нарушают нормальные условия их эксплуатации, а также сравнительно большой объем работ, которые необходимо выполнить при очистке машины от теста. Основные показатели тестоделительных машин с волковыми нагнетателями представлены на слайде. В этом видео мы рассмотрели устройство и принцип работы тестоделительных машин с волковыми нагнетателями. Благодарю вас за внимание, подписывайтесь на канал, поставьте лайк. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!